Мемориальный комплекс Героя 2-й обороны Севастополя появится недалеко от Свято-Георгиевского монастыря. Сейчас там расположено захоронение защитников города. По поручению губернатора Михаила Азважаева было рассмотрено обращение инициативной группы с проектом преобразования этой территории. Там у нас неувековечены как раз-таки воины, которые на этом участке во время Гереческой обороны сражались. Причем список известен, все имена известны очень давно, но нигде этого факта зафиксировано не было. Поэтому очень подробные мы получили документы, проработанные исторически с именами, и предлагается увековечить имена защитников Севастополя. После проведенных исследований специалисты Музея обороны Севастополя обновили списки захороненных героев. Первое захоронение там было в декабре 1941 года, значит, при обороне на протяжении 7 километров воевало 9 дивизий. Потом в июне 1942 года также есть даже места захоронений, в том числе и героя Российской, героя Советского Союза, это Рубцова, значит, которые не отражены. Было количество сначала 396 имен, потом они актуализировались, и стало 342 имени. Уже существующие захоронения планируют благоустроить и установить мемориальные плиты, на которые и нанесут 342 фамилии героев, которые ранее не были увековечены. На заседании прозвучали предложения сохранить существующий облик захоронений, изменить систему озеленения и стиль вазонов, а также уточнить вид декоративного ограждения. Проект с учетом предложенных изменений члены архитектурно-художественного совета поддержали. Мы озеленение вообще сделаем таким невыдающимся, лаконичным очень. То есть вот этого вот такого не будет сада, ландшафтного, не будет такого дизайна, будет лаконичная зелень. Правильно? Покажете? Коллеги, придавайтесь, поддержайтесь. Еще одна тема заседания – концепция капитального ремонта и благоустройства набережной Приморского бульвара. Общая площадь проектирования – 7 тысяч квадратных метров. От территории, где ранее размещался дельфинарий, до ресторана Микензи. Строительство капитальных объектов здесь не планируется. Наблюдаем те мероприятия, которые предполагаются выполнить. В первую очередь это замена полностью твердого покрытия, дополнительное освещение, а также установка нескольких пандусов для того, чтобы довести территорию до соответствия СП-59, требования к доступности для населения. Отдельно члены архитектурного совета обсудили вопрос замены гранитной плитки, которую во время шторма регулярно смывает. Нынешнее ее состояние назвали аварийным и травмоопасным для посетителей. Членам совета проектировщик предложил выбрать один из четырех видов покрытия. Первый из них – это римская кладка, она же называется «Древний город». Выглядит таким вот образом. Второй вариант – это плетение. Третий вариант – укладка плитки под маркировкой «Пиксель». И четвертый вариант – укладка плитки под маркировкой «Штрих». Предлагается поддержать первый вариант мощения без черного цвета, его еще раз заменить, то, что будет заменено в заочном режиме, согласовать с членами архитектурного совета. Набережная Приморского бульвара – одно из самых популярных мест в городе. В межсезонье здесь бывает около трех тысяч человек в день, летом – до одиннадцати тысяч. Члены архитектурного совета одобрили идею добавить по всей территории лавочки и урны в классическом советском стиле, а также установить камеры видеонаблюдения. А еще на протяжении всего Приморского бульвара будет бесплатная зона Wi-Fi. Также проектировщик предложил сделать на набережной инсталляцию с гербом города, вымастить его в граните, закрыть прочным стеклом и организовать подсветку. Но идею расположить герб под ногами сочли абсолютно неудачной. Все-таки, когда разместили гербы под ноги, это недостойно. Даже в законе у нас сказано об использовании, что достойно. Надо найти достойное место, где расположить их либо вертикально, либо наклонно, чтобы исключить даже техническую возможность, чтобы по ним ходили. В художественной школе или архитекторам предложили разработать другой рисунок или орнамент для оформления набережной, который бы ассоциировался с нашим городом. Отдельно коснулись плана освещения набережной. Было предложено два варианта, где устанавливать фонари – ближе к кромке воды или ближе к зданиям. В итоге утвердили идею установки возле уреза воды шарообразных фонарей под солнечными часами, а возле додают и аквариума – в шести метрах от берега. Свет не холодный делаем, а теплый на набережной. Все с этим согласны. С учетом внесенных предложений и изменений члены архитектурного совета поддержали концепцию капремонта и благоустройства набережных. Приморского бульвара. Светослав Данилов, Андрей Вовк. Новости Севастополя.